Таким образом, я преобразовал большинство переменных, осталось еще ряд переменных, которые тоже требуют применения дихотомизатором. Есть очень обширные категориальные переменные. Чтобы понять, нужно ли на них тратить время, предлагаю запустить описательную статистику по всем переменам, чтобы опять же убедиться, что полученные переменные закодированы правильно, что полученные переменные достаточно наполнены. То есть много валидных значений, мало миссингов. Переношу все переменные в рабочее окно. За исключением результирующих переменных и вспомогательных переменных. Получаю таблички. Проверяю. Я решил убрать уровни образования, поскольку это ранговая шкала. Уровней очень много, и при этом они, поскольку были унифицированы для всех стран, они при этом мало что могут сказать, без углубленного изучения того, что каждый из них значит. Также решил убрать огромный перечень индустрии, в которых может работать респондент. Хотя наверняка и образование, и индустрия могут влиять на удовлетворенность трудом. И еще есть маленький нюанс относительно переменной. Главный источник дохода. Большинство здесь представляют первая категория. Вторая. Всего 7,7%. Все остальные очень малы. Поэтому я думаю, что можно сделать, опять же, дихотомическую переменную. Отдельно. Wages or salaries. И other. Сделать. Все, все переменные подготовлены. Получается, здесь порядка 20 дихотомических переменных фиктивных создано. Многие переменные были дихотомизированы, как ранговые переменные, когда градации просто объединялись из многих в 2. Можно запускать, поскольку зависимую переменную мы уже проверяли в одном из предыдущих видео. Идет 4, оценка зависимой переменной. Можно запускать снова регрессию линейную. Так, зависимые перемены – это how satisfied. Все остальные переменные, за исключением фильтрующей и года проведения интервью.